Они влезают в личную жизнь телефонными звонками, угрожают физической расправой, терроризируют мужчин, женщин и пенсионеров, коллекторы. В нашей стране эти люди давно снискали не самую добрую славу. Очень часто в своей деятельности они переступают в рамки дозволенного. А их жертвой может стать тот, кто и должником-то по факту не является. Об одном из таких случаев, который произошел с жительницей Твери, в нашем сюжете. Пенсионерка Людмила Копейкина – жертва черных коллекторов. Около года назад ее сын взял в одной из микрокредитных организаций Твери займ в размере 10 тысяч рублей. В качестве поручителя указал свою мать без ее ведома, прописав в документах и номер телефона женщины. Вовремя расплатиться по долгам мужчина не сумел. Финансовое учреждение продало его долг коллекторскому агентству. Коллекторы, в свою очередь, начали работу по истребованию задолженности. Вот только звонят они не прямому должнику, а поручителю, то есть Людмиле Тимофеевне. А я говорю, здравствуйте, а как же вы, он вам назвал номер, но вы хотя бы позвонили, переспросили, вы такая-то, такая-то, вот вы согласны быть поручителем. Уточнили бы, а они говорят, а нам это не нужно, у нас плохих людей нет, родственники все равно заплатят. Однако платить по долгам сына пенсионерка не захотела. В ответ на это коллекторы превратили ее жизнь в сущий кошмар, говорит женщина. Как рассказывает Людмила Копейкина, телефонные звонки на ее номер поступают практически ежедневно. Поначалу сотрудники коллекторского агентства только требовали выплатить долг, но затем заговорили по-другому. В яму закопаем, значит, все имущество отнимем, сестра умерла, похоронила, могилу памятники разрушим, что делать. От угроз коллекторы перешли к делу, рассказывает пенсионерка. На протяжении последних месяцев к ней в квартиру постоянно стучат, а не так давно и вовсе испортили входную дверь, наглухо залепив замки. Когда терпеть происходящее больше было невозможно, женщина обратилась в полицию. Мы составили протокол, я говорю, вы будете разбираться? Будем. Вот прошло с февраля, вот сейчас уже, вот все они разбираются. Ответим, что ситуация, в которую попала пенсионерка Людмила Копейкина в нашей стране, к сожалению, совсем не редкость. Работа недобросовестных коллекторских агентств очень часто попадает в новостные ленты. Так называемые черные коллекторы нападают на должников, избивают их, портят личное имущество. Тем не менее, стоит отметить, что деятельность подобных организаций строго регламентирована на законодательном уровне. Так, коллекторам запрещено вторгаться в жилище к должнику без разрешения, угрожать ему, его семье или знакомым. Наносить вред имуществ у должника, например, расписывать стены в подъездах с угрозами в адрес задолжавшего жильца. И уж тем более, коллекторы не имеют права терроризировать лицо, которое указано в качестве поручителя по займу, что произошло в нашем примере. В управлении МВД России по Тверской области советуют, если вы столкнулись с работой черных коллекторов, первое, что нужно сделать, обратиться в полицию. Например, если коллекторы пытаются попасть в ваш дом, аргументируя это необходимостью описать и изъять ваше имущество, срочно вызывайте полицию и попросите выйти двух соседей, которые станут свидетелями правонарушения. Опись и конфискация имущества – полномочия сотрудников исполнительной службы. Коллекторы к этому процессу не имеют никакого отношения. Если коллектор требует отдать платеж наличными, в данном случае налицо факт вымогательства и злоупотребления служебными полномочиями. Однако пока многочисленные обращения в полицию Тверичанки Людмилы Копейкиной ни к чему не привели. Последнее на данный момент заявление своему участковому пенсионерка написала в среду 13 января. Тот обещал во всем разобраться. Также нашей съемочной группе удалось записать разговор женщины с сотрудником коллекторского агентства. И вот что мы услышали. Почему вы мне пишите? Вы мне поясните ответственность на вопрос. Почему вы мне пишите? Вы с ним разбирайтесь. Вы подайте уже за год в суд. Вам коллектора скоро приедут. Ожидайте выездную группу. Пока наш телеканал работал в квартире пенсионерки, выездная группа к ней так и не приехала. Вместе с тем ситуация, в которой оказалась героиня нашего репортажа, показывает, насколько опасно брать займ в так называемых микрокредитных организациях. Огромные проценты и невозможность отдать сумму частями зачастую загоняют должников к кабалу. Поэтому стоит трижды подумать, прежде чем обращаться в МФО. А сама Людмила Копейкина намерена довести дело до конца, добиться справедливости и защиты от правоохранительных органов. Мы продолжим следить за развитием событий в этой истории и расскажем вам, чем закончится конфликт пенсионерки с черными коллекторами. Продолжение следует...